Курение в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольность действий ввиду сильной интоксикации, повлекшие за собой последствия исключительно негативные, пожалуй, самые актуальные из тем в контексте пожароопасной ситуации не только в регионе, но и в республике. Бит и вогу, опираясь на цифры статистики, спасатели Брещенны начали давно. Предупредить биту, достучавшись до каждого, кто имеет пристрастие к спиртным напиткам. Задача не из легких, но МЧСовцы уверены, капля камень точит. А потому спасатели обратились к особой публике, людям, находящимся на стационарном лечении в Брестском областном наркодиспансере. Здесь находится соответствующая категория наших граждан, которые по той или иной воле злопотребляют спиртными напитками. И именно по этой причине происходит 70-75% пожаров в других, чем в отчаянной ситуации. И такой же процент гибнет людей на пожарах именно по причине нахождения наших граждан в нетрезвом состоянии. И поэтому наша общая задача попытаться даже в этом учреждении дойти до сознания каждого человека и убедить, что должны всегда соблюдаться меры безопасности. За примером, подтверждающим серьезность проблемы, далеко идти не надо. На днях общественность широко обсуждала события, произошедшие в Могилевской области. Пожар унес жизнь шести людей. Причины все те же – злоупотребление алкоголем, непотушенные сигареты. Вот и Брещанин, оказавшийся в наркодиспансере по собственной воле, прекрасно осознает – вредная привычка не приведет ни к чему хорошему. Только вот отказаться от нее раз и навсегда не так уж и просто. Близкие узнали о вашей проблеме? Ну, мать примерно догадывала, что выпиваю, но не настолько. А почему почувствовали, что все-таки нужна вот вам помощь специалисту? Да утром встанешь и в нормальном не встать не можешь. Какие ощущения у вас? Лежишь как в ровно. Пример этого пациента положительный только лишь потому, что он добровольно решил пройти лечение. В Брестском областном наркологическом диспансере мужчина уже второй раз. Первый курс лечения имел продолжительный эффект. Однако, признался мужчина, срыв произошел. Тому причина – семейные обстоятельства. Среди злоупотребляющих есть и те, кто не наблюдает проблемы в собственном поведении. Именно эта категория граждан представляет угрозу как для себя, так и для окружающих. Пенсионер Василий Чурило, например, дважды был виновником пожара в собственном жилье. Возгорание в его квартире потребовало оперативной эвакуации соседей. Достучаться до таких граждан крайне сложно. Единственный выход – регулярные визиты сотрудников МЧС и милиции. А эта же информационная составляющая, она постепенно, постепенно должна доходить до сознания. Поэтому мы в какой-то степени убеждены, что небольшой объем информации, но он очень такой популярный, очень доходчивый. Он должен сыграть на сознание данных граждан. Практически все пожары начинаются по очень простой схеме – выпил, закурил, уснул. Предугадать финал истории – злоупотребляющий человек не в силах. А вместе с тем, с начала года только в Бресте было зарегистрировано 29 пожаров, причиной которых в большинстве случаев стали действия граждан в состоянии алкогольной интоксикации. Невозможно заставить человека отказаться от дурных привычек. Невозможно достучаться до человека, который не слышит этого стука. Но сотрудники МЧС, невзирая ни на что, продолжают серьезную профилактическую работу. Они стараются спасти жизни тех, кто не дорожит жизнью.